Я как раз начала, почему, что такое в междумире. С ними мы как раз эту тему поднимали. Поднимали не с ними даже, а был регресс. Вам выставили кусочек регресса. Я не знаю, насколько он был полный, не пересматривала его, насколько это там отражалось. И вот у нас девочка, по-моему, в этом регрессе. Я могу ошибаться, но, по-моему, вот в этом регрессе она всё время была как застревание в междумире. И здесь могут быть несколько моментов застревания в междумире. Когда вы начинаете что-то вспоминать, знаете, бывает такое, что раз промелькнуло, ты начинаешь вспоминать, а потом оно как будто расплылось. Такое, знаете, ещё очень часто бывает, когда вы сон, его ярко помните, прям чувствуете его. Каждое событие, оно настолько ярко, настолько вот оно вот прям ух, и вы начинаете его вспоминать, и он как будто как снег тает. Только что секунду назад всё помнил, а сейчас раз и растаял. Как и не бывало. И здесь такое же состояние, что бывает такое, что ты раз что-то вспомнил, вроде вспомнил, начинаешь туда идти, что ты вспомнил, и всё, и как будто всё растаяшь, если ничего не помнишь. Это как раз то состояние. В междумире могут застревать не только души, когда покидает физическое тело, но и душа, которая имеет биологический аватар. Когда ты в этом мире, твоя душа, не твоя, а голова. Голова может очень многого не осознавать. А когда твоя душа здесь схватила то, что ей нужно, и чтобы этот пазл сошёлся, она готова идти в следующее. А тело не пускает. Тело не готово принять те вибрации, которые ты познаешь из другой плотности. Оно начнёт рассыпаться. То есть что-то болеет, какую-то болячку можно схватить, какой-то недуг, какие-то боли можно схватить. И оно тебя туда не пускает, ты остаёшься здесь. Остаёшься здесь и всё время пропадаешь в этом межном мире. Ещё бывает такой момент, что человек, когда умирает, не пройдя тот урок, то предназначение, можно хоть как назвать, в этой плотности, в этом аватаре. И он как бы, ну дайте мультяшным языком таким скажу, он как бы ждёт своей очереди там. А там на особо-то тоже не жалуют.